Евгения Альбац Виталий Про что мы будем говорить сегодня? Мы будем говорить про сланцы с одной точки зрения, а с другой точки зрения мы продолжим разговор про энергетику и разные вещи, которые относятся к разговорам об энергетике, которые Виталий начал на прошлой лекции. В частности, я хотела бы начать с данного эпиграфа, который, собственно, вещает о том, что мы не всё знаем, но дальше, при том, что мы пытаемся расширить наше понимание, наше знание, чем больше мы расширяем, тем больше мы понимаем, что ещё много всего мы не знаем. Данная фраза была сказана известным физикам-теоретикам, и я считаю, что она как нельзя лучше подходит к данной дискуссии. Окей. Это имидж, который, на мой взгляд, очень снаречиво рекламирует технологии. То есть то, что мы видим каждый день, те технологии, с которыми мы сталкиваемся каждый день, это, конечно же, например, наш телефон. И в чём как бы некоторое чудо этого телефона в том, что каких-нибудь 20 лет назад этот телефон заменялся бы целым рядом различных девайсов, в то время как теперь это всего лишь один маленький аппарат. И часто мы говорим, как нам повезло, мы живём в век технологии, всё больше и больше технология улучшается, мы повышаем эффективность. Но что со всем вместе этим приходит? То, что всё больше и больше людей теперь получают доступ ко всему этому, и всё больше и больше людей требуются ресурсы для того, чтобы использовать эти технологии. Одна из этих фотографий была снята мной не так давно в аэропорту Хьюстона. Как бы телефон мы все знаем. Вернёмся теперь немножко к энергетике. Здесь, наверное, один из таких, опять-таки, каждодневных примеров — это, конечно же, машины. Опять-таки, мы видим, как технологии улучшаются, улучшается эффективность использования топлива, мы едем всё дальше и дальше на том же самом литре бензина, улучшается сама технология использования бензина. Но к чему это приводит? К тому, что на дорогах мы видим всё больше и больше машин. И, опять-таки, Москва тому яркий пример, но Москва не единственная. И стоит заметить, что такого рода вещи наиболее даже видны в странах развивающихся, чем в странах развитых. Относится это не только к машинам, а также к самолётам. Сколько раз вы летали или ваши друзья летали, скажем, если бы мы разговаривали лет двадцать назад, и как часто мы летаем в наше время сейчас? Так что же изменилось? Помимо того, что мы продвинулись в технологиях, у нас теперь всё замечательно с транспортом, мы можем позволить себе машины, мы ездим больше на машинах, мы можем позволить себе телефоны, которые вмещают теперь и камеры, и плееры, и всё так далее. Это всё связано с энергией. Поскольку для производства самих девайсов, так и для оперирования девайсов нам нужно всё больше и больше энергии. Картинка, которую вы сейчас видите на своём экране, она показывает, откуда бралась энергия в 2000 году. То есть посмотрим 15 лет назад. Здесь цифры приведены для мира в целом. Что мы видим? Я буду использовать типичные цвета для нефти. Это зелёный. Это индустрия общепринятая. Для газа красный и серый для угля. Что мы видим? Большую часть транспорта обслуживала нефть, поэтому нефть составляла не половину, но порядка 45% от общего потребления. Дальше газ конкурировал с огнём. Это основные были источники для переработки топлива в электричество. Что случилось за 15 лет? За 15 лет мы увеличили производство электроэнергии. Мы стали больше потреблять газа и угля, в частности, из-за развивающихся стран. Китай – один из ярких примеров, про который мы поговорим чуть позже. Доля нефти уменьшилась, при том, что общее потребление нефти всё равно продолжает увеличиваться. И здесь опять-таки эти две картинки расстроят две вещи. Первое – это мы смотрим на абсолютное изменение потребления энергии. Другое – мы смотрим в процентном отношении. Ещё интересная вещь, которую вы можете видеть на этой картинке – это маленький жёлтый секторок, который появился и который фактически был незаметен на первом pie chart. Это renewables. Что не сильно изменилось – это нюклея. То есть мы атомную энергию вроде как используем, и всем всегда казалось, что это какая-то панацея. Но с различными рисками, страхами и так далее не случилось того бума ядерной энергетики, который был предсказан лет 30-40 назад. И Чернобыль – одна из этих причин. Но, помимо всего прочего, мы продолжаем видеть такие катастрофы, как случилось в укушении. Теперь возьмём другой взгляд. То есть только что мы посмотрели, что да, в целом мир стал потреблять больше электроэнергии. Что это значит? Разложим это на некоторые составляющие. Что происходит с количеством людей? Население Земли растёт. И, естественно, было бы предположить, что с большим количеством людей мы будем больше потреблять энергии. Как же следующий ребёнок должен в своё время получить на день рождения телефон и подключить его к розетке для того, чтобы зарядить? Что происходит с потреблением энергии? Наше потребление энергии растёт быстрее, чем население. И одна из причин состоит в том, что не только каждый следующий рождённый человек начинает потреблять энергию. Но всё больше и больше людей имеют теперь доступ к энергии, который не имелся раньше. И опять-таки я затрону это чуть позже, когда буду показывать ситуацию по разным регионам. Ещё одна интересная кривая, которая показывает мировой GDP. То есть, грубо говоря, теперь давайте спросим, что мы же делаем с этой энергетикой и какой полезный выход. Полезный выход исчисляется в GDP. Что мы видим, что, с одной стороны, да, потребление энергии растёт быстрее, чем количество людей. Но, с другой стороны, с позитивной, мы видим, что то, как мы используем электроэнергию, оно как бы растёт даже быстрее, чем потребление этой электроэнергетики. То есть, в целом, можно было бы сказать, обобщая эту картинку, что мы становимся более эффективными в использовании ресурсов, при том, что да, мы используем больше ресурсов, поскольку теперь и больше людей. Как это всё дальше будет развиваться – большой вопрос, на который, честно сказать, на мой взгляд, никто не дал полного и всеобъемлющего ответа. И дебаты продолжаются, и продолжаются они уже последние как минимум лет 50. Подобного рода картинки можно увидеть и в журналах, которые издавали прогнозы по тому, как будет расти как население Земли, так и потребление энергии после войны. И опять-таки, кто-то из них предсказывал, что будет резкий сачок, кто-то говорил, что нет, теперь мы уже как бы остановились и должны прийти к некоторому стационару. Сегодня мы задаём те же самые вопросы, что задавали и 10 лет назад, и 30 лет назад. И в зависимости от того, кого вы спросите, вы получите разного рода ответы. Теперь возьмём и разложим все эти большие статистики, которые мы навели по миру, на регионы. Посмотрим, что же, собственно говоря, происходит. Я покажу опять-таки статистику за 2000-й год, за 2014-й год. То есть мы посмотрим опять-таки динамику за последние 15 лет и выделим регионы Африка, Центральная и Северная Америка, Former Soviet Union, то есть это бывшие республики Советского Союза, Европа, Азия и Северная Америка. То, что было раньше, и, как вы видите, порядок ассоциирован с количеством потребления энергии. Северная Америка составляет наибольшую часть потребления, и одна из причин в том, что это развитый мир, где каждый имеет доступ к электричеству, каждый имеет в доме лампочку, большинство имеет телефоны, и количество людей, ездящих на машины, превышает количество деятельностей в любом другом регионе на душу населения. Развивающиеся регионы, такие как Африка, Северная и Центральная Америка, сильно отстают. Азия — смешанный регион. Там есть Китай, который только начинает свое развитие так же, как Индия. Есть такие страны, как Япония и Австралия, которые уже входят в список крупнейших развитых стран. Что изменилось за 15 лет? Не так много, если посмотреть по графику. Развивающиеся страны стали потреблять больше энергетики и потихонечку выходят на уровень, приближаясь к развитым странам. Но большой качественный скачок сделал только регион Азии. Сделан, как вы можете догадаться, за счет большого роста Индии и Китая. Еще один взгляд на расслоение регионов и на использование энергии я сделаю с помощью следующей карты. Как вы можете видеть, карта распрашена враженными цветами. Каждый цвет представляет собой примерно одинаковое количество людей. То есть это порядка одного миллиона. То есть одного миллиарда. То есть, скажем, если мы посмотрим на Китай, закрашенный красным, и то даже не целиком, и посмотрим на раскрашенную зеленым Северную и Южную Америку, то мы понимаем, насколько отличается плотность населения. И таким образом можно сказать, что отличается в том числе плотность использования энергии. И в том числе, возвращаясь к графику, которую мы только что видели, отчасти будет обусловлено размеры диаграмм. Что мы здесь видим? Северная Америка. Что происходит в Северной Америке? Где-то чуть больше, чем на треть используется нефть. Используется много газа. И потихонечку вытесняется уголь, который обозначен серым цветом. Европа. Пропорции в процентном отношении очень похожи, хотя суммарное потребление несколько меньше, как, впрочем, и количество населения. Африка сильно меньше. Мы знаем, что в деревнях и незастроенных отделах Африки многие люди до сих пор не имеют даже света. страны бывшего Советского Союза. Что интересно, график, который мы видим для стран бывшего Советского Союза, чем-то схож с пай-чарт, который мы видим с Middle East странами. Одна из причин, как вы можете задаться, в том, что мы являемся основными регионами, которые производят, собственно, газ и нефть. И этим определяется тот факт, что половина потребления у нас идет от газа почти. нефть, с другой стороны, превалирует в регионе Middle East и в меньшей степени в регионе постсоветского пространства. Одна из причин является то, что мы все еще не догоняемся эти регионы по использованию автотранспорта на душу населения, как и по количеству дорог, построенных на душу населения. Если вы взгляните на карту России, то сразу бросится в глаза, насколько малая сетка дорог по сравнению с сеткой дорог Европы или той же Америки. И Южная и Центральная Америка. И, конечно, самая большая подавляющая пай-чарт находится у Азии. Здесь превалирует уголь. Мы все знаем эти непрерывно ведущиеся переговоры по поводу того, что Китай загрязняет нашу атмосферу, в основном употребляя электроэнергию в основном в мире. Но встает вопрос, если вы отмотаете один, посмотрите, что большинство пай-чарт, которые использованы, они прикреплены к одному конкретному цвету, в то время как азиатский регион составляет между собой аж три цвета. Таким образом, в три раза больше населения там находится по плотности и встает вопрос, что происходит. На Земле до сих пор миллиарды людей не имеют доступа даже к электричеству. И прежде чем устраивать дебаты по поводу того, стоит ли использовать столько угля, сейчас все больше и больше, люди начинают задумываться, а что обозначает использование угля. Уголь позволяет делать энергию доступной людям с низким доходом, людям, которые раньше не имели доступа к электричеству в принципе. Посмотрев на все эти графики потребления энергии, встает законный вопрос, откуда мы все это берем. То есть, да, мы видели, мы потребляем уголь, нефть, газ как основные компоненты, чуть-чуть примешивается гидроэнергетика, где она возможна, где идут дожди, где есть соответствующие водоемы. Но, поскольку основную часть составляют нефть, газ и уголь, то, собственно, сделаем фокус именно на них. Забудем на время об угле, поскольку это, как мы все знаем, ресурс, который находится в очень большом количестве на Земле. Он дешев и мы его активно используем, но потихоньку мы пытаемся от него отойти. Одна из причин, по которым мы пытаемся это сделать, это вредные выхлопы и всевозможные парниковые газы. Что видно на этом слайде, из разных источников я взяла диаграммы, которые люди обычно рисуют, чтобы показать, сколько различных ресурсов у нас имеется на Земле для того, чтобы мы продолжали производить нефть и газ. Почему эти графики регулярно появляются, меняются и обсуждаются? Потому что каждый раз, когда происходит качественный скачок в количество населения, которое начинает придать электронную энергию в развитии некоторых стран, скажем, как Япония в прошлом, а Китай в настоящем, встает вопрос, а достаточно ли у нас ресурсов? Не обратиться ли нам, скажем, к ядерной энергии или к возобновляемой энергии? О чем мы говорим? То есть где баланс между низкой стоимостью, где баланс между ресурсами, которые находятся в нашей доступности? И смотря на то, какие ресурсы у нас находятся в доступности, конечно, встает вопрос, сколько стоит получить эти ресурсы? Вот одна из этих картинок, которая была построена международным энергетическим агентством. Она представляет картинку доступности газа. Все, что находится левее черной линии, вот этот один маленький прямоугончик, закрашенный зеленым, это то, что мы к текущему моменту произвели за все то время, что мы производим газ. И, в принципе, это как бы меньше, чем 100 лет истории, ну, порядка 100 лет истории нашего активного использования газа. Все, что находится с другой стороны черной линии, показывает все ресурсы, которые мы сейчас либо только начинаем использовать, либо все еще даже не знаем, как использовать, как в частности, например, гидраты, для которых технология еще не подобрана. Но одна из вещей, которая демонстрирует этот график, говорит о том, что ресурсов у нас этого много. Сколько этого ресурса в доступности экономической зависит от цены и от той технологии, которую мы используем. И, в частности, сегодняшний разговор про осланцы, он будет мотивирован тем, что мы должны все больше и больше обращать внимание на технологию, поскольку с изменением технологий, и, как мы уже заметили, технология меняется все быстрее и быстрее, данная картинка меняется все быстрее и быстрее, и данная линия съезжает или поднимается вверх или вниз, в зависимости от того, что происходит на рынке, в зависимости от того, насколько дешевой становятся технологии для использования. Еще одна картинка, в этот раз про нефть. Опять-таки, с одной стороны, мы показываем, сколько же мы произвели нефти до текущего момента. По сравнению с тем, сколько нефтяных ресурсов мы, на самом деле, располагаем, опять-таки, это о малое. И, как бы, вопрос о том, что ресурс кончается, у нас не стоит. Скорее, стоит вопрос, опять-таки, о том, сколько будет стоить добыть этот ресурс и насколько нам выгодно его использовать. Так что ресурс у нас есть. Теперь возьмем один из тех боксов, который находился с правой стороны черной линии, тот ресурс, который мы, собственно, сейчас пытаемся ввести в эксплуатацию, не только пытаемся ввести в эксплуатацию, но сделать его доступным. Следует, пожалуй, начать с того, что сланцы были известны еще в 19 веке. И уже тогда существовали некоторые карты даже известных сланцевых месторождений. И разве что геологи были единственные люди, которые, собственно, дискутировали насчет того, когда же ресурс будет произведен и когда начнется его активная эксплуатация. Проблема в этом была в том, что, собственно, над технологией в основном работают инженеры. И пока геологи не убедили инженеров, как-то дело двигалось очень медленно. И с чего все началось? Началось все с того, что человек по фамилии Джон Митчелл который был геологом и совместно инженером по образованию, не взял сначала залог под дом, потом второй залог под дом, сколотил команду из пяти людей и очень упорно бурил скважины, пытаясь доказать, что сланцевые месторождения могут быть произведены и могут реально выйти на рынок. Немножечко о образовании. Я не знаю, видел ли кто-либо из вас настоящие сланцы. Догадываюсь, что немногие видели их. Поэтому приведу несколько картинок, которые, на мой взгляд, являются очень показательными. Так выглядят сланцы под микроскопом на миллион долларов, которые смотрят на поры, которые имеют нанометры в диаметре. Что значит, что пора имеет нанометры в диаметре? Это значит, что каждая пора у вас содержит счетное количество молекул. Настолько мала эта пора. Если бы мы говорили про молекулы нефти, которые можно было бы засунуть в эту пору, то мы говорили просто о молекулах, которые можно было бы пересчитать по пальцам двух рук. Вот так это выглядит, когда это выходит наружу. Данный сланец называется черный сланец. Сланцы бывают разного цвета. Бывают бордовые, бывают коричневые. Чаще встречаются черные. Но, собственно, выглядит это вот примерно вот так вот. И вот так вот это выглядит, если вы возьмете его в руку. Что мы здесь видим? Это выглядит просто как кусок камня. И как меня недавно научили геологи, породы камнями не называются. Но первый раз видев картинку, я сказала, что это похоже на кусок камня. Это даже выглядит плотнее, чем каменный уголь. Что значит, что я очень хорошо понимаю инженеров, которые долгое время не могли поверить, что тот газ, те молекулы, те немногие молекулы, которые заперты в данной породе, можно достать. И помимо того, что их можно достать, их можно производить в объеме достаточном для того, чтобы окупить издержки на многомиллионную скважину. Я буду говорить в основном о сланцах в Соединенных Штатах Америки, поскольку они там в основном были... Это первое место, где они были изведаны и начали активно разрабатываться. В данный момент сланцы разрабатываются также в Китае, Австралии, в некоторых странах Европы и даже в Южной Америке. Но там все это находится все еще в зародыше и в тестовой стадии. В то время как в Штатах мы не только имеем целый ряд месторождений, которые хорошо охарактеризованы, мы также имеем месторождения, которые добывают и добывают как бы прибыльно, что газ, что нефть. Снова красным цветом обозначены газовые месторождения, зеленым обозначены нефтяные месторождения. В наше время, если вы живете в Соединенных Штатах, то если вы спросите любого студента, неважно чем он занимается, кто он по специальности, он вам скажет как минимум вот эти названия этих полей. То есть многие школьники, пожалуй, будут знать названия тоже, но люди, которые уже пошли на высшее образование, не настолько как бы привыкли в новостях видеть все эти названия, что они просто уже, что называется, въелись в подкорку. И это весьма показательно, поскольку всего каких-то десять лет назад большинство людей даже бы не знали, что означает слово «сланец». Для того, чтобы понять, насколько сложный вопрос, насколько он явился в некотором плане шокирующим для большинства людей, и когда я говорю «большинство людей», я имею в виду людей, которые, собственно, работают над вопросом изучения различных ресурсов электроэнергии, геологов, инженеров, экономистов и даже включая меня в то же самое число, десять лет назад я бы понятия не имела, что такое «сланцы». Данный прогноз был построен в University Rights города Хьюстон. Это университет, который был основан в свое время человеком, который получил большие деньги, играя на рынке нефти и разрабатывая нефтериальные месторождения. И там проводится целая программа по изучению рынков, различных энергоресурсов по всему миру и в Штатах частности. И они всегда считались немножко позитивно настроенным в плане их оценки того, как будут развиваться рынки. Данные цвета представляют различные месторождения, включая большинство сланцев, которые вы видели на предыдущей карте. Если вы посмотрите, здесь много различных названий. Основные цвета составляют те поля, которые вы видели на предыдущей карте. Прогноз был сделан в 2010 году. Вот что случилось на самом деле. Это, на мой взгляд, весьма показательно. Мы начали с 2010 года, когда они фактически сделали мэч того, что предсказывало модели и того, что находилось в реальности. В 2011 году они все еще как бы угадывали, что происходит. После этого они абсолютно, что называется, потеряли credibility с параметрами модели, разработанным в то время. Похожая картинка, но в этот раз по сланцевой нефти. Я ссылая здесь называю Shell Liquids, а не нефть, поскольку нефть имеет разное качество, начиная от тяжелой нефти и кончая конденсатом, который тоже порой приписывается к сланцевой нефти. Поэтому большинство дискуссий ведутся со словами «сланцевая нефть» без разграничения, какой тип нефти используется. Но чтобы быть корректными, назовем их Shell Liquids. Что произошло здесь? Опять-таки прогноз 2010 года. Чуть меньше расходится прогноз с тем, что произошло в реальности. Но опять-таки, что мы видим? То, что за последние года большинство отлугов... Опять-таки, данный отлуг был сделан компанией, который считается позитивной в отношении как нефти, так и газовой отрасли. И опять-таки, даже позитивные на тот момент считаемые прогнозы не смогли угнаться за тем, что мы видим в реальности. В Америке существует целый институт, который приписывает себя так называемым институтом «пик ойл». В них сидят люди, которые считают, что ресурс на самом деле потихоньку исчерпывается. И одна из причин, по которой нам стоит обратить взгляды на возобновляемую энергетику и, в том числе, пытаться перестать ездить на машинах, которые поделяют бензин, и все больше использовать машины, которые используют электрическую энергию. Потому что, собственно, ресурс кончается. И поскольку ресурс кончается, то он должен становиться все дороже и дороже, с одной стороны. И, с другой стороны, его просто будет все меньше и меньше. Данная картинка была использована на сайте одного из этих институтов, когда были встроены большие дебаты по поводу того, собственно, к чему идет наш мир. Посмотрим, что реально произошло, если поставим на этот график сланцевая нефть. И это только contribution сланцевая нефть. В то время как conventional, традиционная добыча нефти действительно снижалась и до сих пор снижается в Штатах, сланцевая нефть не только смогла сбалансировать это падение, она привела к росту, что некоторые люди теперь в шутку называют instead of peak oil, twin peaks. Мы все наблюдаем сейчас картину, когда сначала из-за того, что пошел бум разработки сланцевого газа, потом сланцевой нефти, цены, которые потихоньку поднимались из-за того, что нам казалось, что ресурс исчерпаемый, из-за того, что все больше и больше потребления происходило в развивающихся странах, включая Китай, включая Южную Америку. Но в последнее время цена упала. Данный график показывает даже не все падение. Буквально в прошлом году цена на газ падала даже ниже 2 долларов. Так что даже 4 доллара, пожалуй, большая цифра здесь написанная. Что происходит? Все ожидали, сейчас цена упадет. И поскольку все равно все эти ресурсы, нетрадиционные ресурсы, очень дорогие, как бы технологии позволят нам добывать, но насколько она действительно позволяет нам добывать экономически, все ожидали обвалы. Все говорили, что, наверное, это какой-то хайп, наверное, это какой-то бабл. Но что происходит? До сих пор производство сланцевого газа продолжает возрастать. Ситуация с нефтью очень похожа, при том, что она действительно замедлилась, начиная с конца прошлого года. То есть, когда прошел уже год цен, которые упали до уровня сначала 50 долларов, потом упали даже ниже 30. Но даже сейчас есть месторождение типа Pyramid Basin, которое продолжает расти в своем производстве. То есть, похоже, график мы нарисовали и для сланцевой нефти, что в целом заставляет людей задуматься, насколько мы хорошо понимаем ресурсы, о чем мы вообще говорим. И самое, что интересное, большинство прогнозов о том, что сейчас все упадет, делают именно экономисты, в то время как продолжают бурить геологи-инженеры. На что Sloan Foundation, который занимается различными филантропическими исследованиями и помогает исследовательским институтам пролить свет и образовать публику по самым важным вопросам, дало нам несколько миллионов долларов для того, чтобы мы пошли, организовали команду, которая включала в себя геологов, инженеров, статистиков, экономистов, чтобы все вместе сели и, собственно, подумали и посмотрели, что же на самом деле происходит, и понять, к чему все это может привести. И дальше результат, про который я буду говорить, это результаты этого самого исследования. Исследование является паблик. То есть все результаты, которые я сегодня покажу, вы можете найти у нас на веб-сайте, за исключением данных по каждой конкретной скважине. Их мы должны агрегировать. Но все это находится сейчас в открытом доступе. И что интересно, мы все больше и больше понимаем, что людям нужно некоторое время, чтобы понять и привыкнуть. И даже при этом мы, при том, что пытаемся понять до конца, что происходит, каждый раз немножко на шаг как минимум отстаем от того, как развиваются технологии. Поэтому опять-таки лейтмотивом сегодняшнего разговора, я считаю, должно быть слово «технологии». Что видим здесь? Здесь мы видим университет Техаса в Арлингтоне. Я приехала из университета Техаса в Остине. Вот что находится рядом. Что провел университет? Он показал, что бояться в принципе нечего. Если все контролируется, если люди знают, что делают, то бурение сланцевых скважин не обязательно может быть опасно. Поскольку сейчас много где ведутся дебаты, насколько это опасно, что может быть. Вот так выглядит, собственно, сайт, где производится сланцевый газ. Здесь огорожена территория порядка 500 на 800 метров, что весьма типично. И с этого клочка земли, который вот так вот выглядит в момент, когда, собственно, производится сам гидроразрыв, после этого вы будете видеть на поверхности всего лишь кранчики подсоединенные к трубам, которые будут отводить этот газ, с этого клочка земли было пробурено 11 скважин. Так чтобы вы имели представление, на что это похоже. Гидроразрыв, думаю, многие уже слышали, но на всякий случай покажу следующую анимацию, чтобы просто еще раз повториться и продемонстрировать, на что это похоже. Первое, что мы делаем, мы бурим вертикальную скважину. И, собственно, долгое время вся добыча что сланцевого газа, что даже традиционного газа нефть производилась исключительно вертикальными скважинами. И это все было известно, что не делалось и как бы что явилось толчком к развитию сланцев. Это был гидроразрыв. Гидроразрыв, который сначала применялся к вертикальным скважинам, а далее начал применяться к горизонтальным. Собственно, горизонтальную я потом покажу. Когда бурится вертикальная скважина, производятся так называемые счетчики, гаммрей и различные другие, которые позволяют засечь и охарактеризовать ту породу, которую вы бурите. Я потом вернусь к этой картинке на следующем слайде. Глубина может быть различная. Это все может быть от одного километра до нескольких километров. Сейчас мы знаем, что есть скважины, которые достигают даже 6 километров. То есть изначально глубина бурения также являлась проблемой. Сейчас не только глубина не является проблемой, но бурение производится с точностью до буквально 10-200 метров. То есть сам залеж сланца может быть толщиной всего 10 метров, и внутри этих 10 метров вам нужно навигировать и пробурить горизонтальную часть. И это то, что производители реально делают. И делают все лучше и лучше, как мы можем убедиться, глядя на эффективность производства. Дальше мы бурим горизонтальный отросток, после чего запускаем туда воду, и вместе с водой песок, который, собственно, помогает сделать трещины и тем самым как бы называется гидроразрывом. Часто возникает вопрос о непортим ли мы водоемы, что происходит и так далее. Сланцы, как правило, залегают глубоко. Есть сланцы, которые уходят на поверхность, но там их не бурят, если они подходят близко. Почему? Просто потому, что на небольшой глубине у вас нет давления. И вопрос даже не в том, что вы не хотите загрязнять воду. Вы просто не будете бурить там, потому что у вас не будет давления. Данная анимация показывает месторождение, которое было первым разработано, с которого, собственно, и начал Джордж Митчелл. Это поле называется Barnett. Данная анимация показывает, как менялась разработка, темп разработки этого поля. Мы начинаем с 80-х годов, когда, собственно, Джордж Митчелл начал свои первые скважины. Треугольниками обозначены вертикальные скважины. Дальше пойдут круговые кружки, которые будут показывать горизонтальные скважины. Чем теплее цвет, тем более производственная скважина. Тем больше газа она добывает. Еще раз следите за годом в углу картинки. Сначала неловкие попытки, всего лишь голубые. Постепенно скважины становились все более и более производственной, и теплели, доходили до зеленого цвета. В 2005 году пошло горизонтальное бурение, начали бурить горизонтальные скважины. То есть, начиная с 2005 года, процесс, что называется, совсем тронулся, потому что после того, как вы смогли повернуть бурение скважины и пробурить горизонтальную, так сказать, ногу, как это говорится по-английски, у вас сразу увеличилась, что называется, отдача от масштаба. Теперь на одну скважину вы могли получить намного больше производства, чем если вы бурили вертикальную. Да, она была дороже, но при этом и газа добавлялось все больше. Кроме того, мы теперь бурим скважины, которые все длиннее и длиннее. Добавляя туда все больше воды и песка или умело контролируя давление, мы увеличиваем производство. Так что, если интерпретировать на единицу издержек, скважины за последние 10 лет в некоторых местах, если не удвоили, то больше чем 50% увеличили доход на одну скважину. Возвращаясь к тем измерениям, которые делают геологи, когда бурит скважина, что они позволяют сделать? Они позволяют оценить и характеризовать сами сланцы. Чем сланец характеризуется? Двумя параметрами. Очень просто. Он характеризуется тем количеством пор, которые находятся, и давлением, которое позволяет в этих порах находиться газу. То есть, если вы умножите количество пор на толщину или, грубо говоря, на количество этих пор, то вы сделаете нечто иное, как посчитаете объем, в котором находится у вас газ, и тем самым запроксимируете, сколько уже у вас реально находится газа в месторождении. Именно это показывает карта слева, где красным цветом обозначены места, где плотность газа выше. То есть, на ту же единицу поверхности у вас газа находится больше. Для этого могут быть разные причины. Либо может быть давление выше, либо у вас больше пор, либо сами поры больше. Но факт остается фактом. Что эта карта показывает, одна из основных вещей, это то, что месторождение может быть очень разного качества. То есть, при том, что на границах вы видите абсолютно синий цвет, который также имеет какой-то газ, но по сравнению с красным количество газа может различаться на единицу, скажем, поверхности в 5, а то и в 20 раз. К чему все это приводит? К тому, что когда мы смотрим на сами скважины, и в данном случае я показываю график одной из скважин, который моделируется с помощью физической модели, куда входят сами геологические параметры, параметры давления, что позволяет предсказать, как эта скважина будет производить газ. Мы можем построить следующие профайлы. Что они показывают? Они показывают в различных местах. В нашем случае мы делаем такую оценку для ожидаемого профайла, то есть для ожидаемой добычи газа для каждой square mile. Для каждой square mile мы приписываем ту или иную кривую. Опять-таки, ровно так же, как с картой плотности ресурсов, видите, что профайлы меняются от высокого красного, который будет давать примерно 4,5 BCF, billion cubic feet, против самый последний нижний и голубой, который дает меньше, чем 0,5 BCF. То есть разница в 9 раз, 9 в 10 раз. Если взять и посмотреть в каждой square mile, какая превалирует из этих кривых, и раскрасить квадратики соответственными цветами, то получится следующая карта. Легко заметить, что карта имеет некоторое сходство с картой, которую мы видели до этого, которая показывает плотность газа в месторождении. То есть, в принципе, можно сказать, что чем больше газа у меня на данную единицу поверхности существует, тем выше будет моя добыча, что вполне понятно и объяснимо. Проблема возникает только, когда вы начинаете смотреть, а что же, собственно, я произвожу. Производить вы можете как только газ, так и газ вместе с различными примесями. Эти примеси могут либо иметь дополнительное какое-то экономическое, коммерческое применение, как пропаны, бутаны, какие-то liquids. Так, с другой стороны, могут являться веществами, от которых будет требоваться очистка, тем самым уменьшать экономический выход добычи. В этом плане, после того, как мы получили все эти профайлы, мы смотрим на экономику каждого из этих профайлов. Каждый tier обозначает одну из тех десяти curves. Tier 1 – это та самая красная кривая, то есть это самая высокая добыча, и дальше к tier 10 – это та самая десятая кривая, которая фактически показывала нулевую добычу. Так выглядит, если мы смотрим на добычу скважин, которые производит только газ. Опять-таки мы смотрим профайл, мы смотрим на этот график и видим, ага, если бы все скважины были примерно, имели одинаковые параметры в плане длины, сколько воды мы закачали, то в зависимости от того, где я бурю, такая была бы разница в себестоимости. То есть данный график показывает, скажем, для tier 1 он показывает, что для того, чтобы скважина подносила деньги, цена на газ должна быть порядка трех долларов. И эта цифра как бы использовалась одно время для барнета, что самая лучшая скважина требует трех долларов на газ, и поэтому, когда цена начала падать ниже трех долларов, все сразу начали говорить, наверное, сейчас барнет остановится и не будет производить. Нет, производство продолжалось. Что случилось? Производство сместилось. сместилось в те части, где помимо газа также добывались дополнительные liquid. Эти liquid смогли давать дополнительную прибыль. И синяя кривая показывает, как для одного и того же производства газа, если у нас есть дополнительное производство еще какого-то компонента, который дает дополнительную прибыль, мы можем продолжать бурить в этом месте даже при достаточно низкой цене на газ. В данном случае tier 1 опускается ниже 1 доллара, что показывает, что при цене в 2 доллара, скажем, мы видим, что все квадраты, которые были закрашены красным и следующим из них оранжевым цветом, то есть это tier 2, они будут продолжать быть инвестиционно привлекательными. Помимо всего этого, конечно же, вы не останавливаетесь в разработках, вы считаете, что теперь как бы с улучшением технологии возможно, из tier 3 я тоже смогу сделать что-то похожее на tier 2, и поэтому на самом деле бурение происходит не только в тех местах, которые мы точно знаем, что экономические дадут нам прибыль, но и в тех местах, которые вроде как сейчас не дают, но нам кажется, что вероятность существует, что либо я что-то не понял с точки зрения геологии, либо моя технология поможет мне улучшить производство. С другой стороны, если мы посмотрим, месторождение будет иметь те места, которые, в принципе, ни при какой известной цене никогда не привлекут к себе внимание. То есть да, мы знаем ресурс здесь, но при существующих технологиях, опять-таки это сделано при фиксированной технологии, либо какой-то там небольшом ожидаемом улучшении технологии, я, скорее всего, на этот клочок не взгляну. И тем не менее изучение этих мест ведется. Почему? Потому что если бы мы с вами строили подобного рода анализ и картинку, скажем, 15 лет назад, то, наверное, почти все месторождение мы бы отнесли как раз к области, которая сейчас находится за грани этого графика. Опять-таки, когда мы смотрим цену, что мы видим? Мы видим как бы те части карты, которые потихоньку привлекают внимание и при изменении меняются. Так, сейчас посмотрим, будет ли работать данная конфигурация. Это другой пример. То есть до этого мы смотрели, как заполнялась Барнет. Иглфорд – это месторождение сланцевой нефти, которое было наиболее производящим до недавнего момента. Буквально в прошлом году Permian Basin превысил добычу Иглфорда. Ну а интересно, что мы сейчас произведем. Здесь я буду показывать Profitability Index. Profitability Index показывает, насколько привлекательно для вас бурение. Закрашиваться будут только те SquareMiles, которые реально были пробурены. То есть если в SquareMile была пробурена скважина в данный момент времени, и сейчас начнет отсчитываться календарь, то она появится на этой карте. Если нет, то нет. Нейтральный цвет показывает Profitability Index of 1, что показывает, что все, что вы смогли сделать, это вернуть свои инвестиции. Но, по крайней мере, вы не в убытке. Все, что цвета теплее показывает, что да, мы получаем прибыль. Все, что голубое, показывает, что, возможно, мы и надеялись получить, но с теми результатами, которые получили, мы ничего не добились. Упс. Нет, не работает. А можно попросить посмотреть, будет ли запускаться? Может, с компьютера запустится? Нет? Нет. Ну ладно. Нет, это уже следующее. Ну ладно. Нет? Не работает? Да. Да, смысл такой, что, опять-таки, на этой же карте, в иллюстрации того, что я только что сказала, вы бы видели, как загораются square miles, которые будут закрашены как голубым цветом, так и красным цветом. Более того, что оказывается интересно, что загораются они в примерно одинаковой пропорции. То есть, да, при том, что мы бурим как коммерчески выгодные, так и коммерчески невыгодные места, в целом мы можем ожидать, что по полю будет продолжаться, по полю в целом доходность от портфеля сохраняться, скажем, на 5-10%. Что говорит, что да, как бы мы можем продолжать бурить и рассматривать бурение областей, которые в данный момент экономически непривлекательны, как некоторое R&D. То есть, это наши инвестиции в будущее, в развитие технологий, которые потом, мы надеемся, дадут нам результаты. Окей. Вернемся к барнетту. То есть, мы видели все эти точки, которые возникли. На самом деле, как это выглядит? Выглядит следующим образом. Данная серая карта показывает место, где находится барнет. Зеленым обозначены drainage area of wells. То есть, что она показана? Показывает, есть ли вокруг каждой скважины. Я нарисую прямоугольничек или квадратик, в зависимости от того, горизонтальная она или вертикальная, насколько распространились трещины от гидроразрыва. Собственно, ту часть, которую я активизировала, и откуда я добыл газ. Чтобы посмотреть, сколько же места мне остается для скважин. Поскольку это следующий вопрос. Скажем, я посмотрел, где мне выгодно бурить. Я посмотрела, сколько это стоит бурение, какую прибыль я могу принести. А дальше стоит вопрос, сколько же можно пробурить этих скважин? Поскольку, опять-таки, один из вопросов. Говорят, наверное, сейчас мы быстро все избурим. Что нам останется? Вот так карта выглядит издалека. Если мы приблизим, вот так она выглядит ближе. Опять-таки, чем меньше прямоугольничек, тем хуже вы сделали работу по гидроразрыву, и ваши трещины далеко не разошлись, и в итоге вы не получили сильно много газа, с одной стороны. С другой стороны, квадратики обозначают вертикальные скважины. Приблизим еще раз. Вот так примерно это выглядит. Каждая белая точка на Google Map показывает тот самый пед, который я показывала с университетом Арлингтона, откуда, собственно, посылаются скважины. Если вы увидите вот этот, отсюда в данный момент пробурено почти десять скважин. В нашем арсенале таких картинок мы нашли места, откуда было пробурено даже двадцать скважин. Вот примерно с такого маленького клочка. И дальше вы видите, как изначально бурились вертикальные скважины, потом их место стали занимать горизонтальные. Более того, некоторые горизонтальные, они начинались с того же кусочка, откуда была вертикальная, и просто начинали сам гидроразрыв чуть дальше, чтобы не перехлестываться. В некоторых случаях они даже перехлестывались и стимулировали друг друга. И после того, как вы на это посмотрите вблизи, то карта здесь, которая выглядит вроде как уже где-то сильно вставить, при ближайшем посмотрении, оказывается, что мест для бурения еще очень много. Более того, что сейчас происходит, когда низкие цены? Мы начинаем бурить там, где производительность выше, там, где мы ожидаем доход будет даже при низких ценах. И изначально, заполнив все вот такими одинаковыми прямоугольчиками, нам кажется, что теперь уже все исчерпали после двух-трех лет низких цен, но остались только те синие области, которые, собственно, нам не очень хочется навещать. Что происходит дальше? Инженеры находят способ вернуться и уменьшить расстояние между скважинами, пробудить дополнительную скважину вот ровно вот здесь. То есть изначально скважина бурится ровно посередине этого прямоугольничка, так что fractures расходятся во все стороны. Теперь они делают так называемый infill drilling, который требует меньше воды. У вас производство меньше, но при этом вы используете меньше воды, у вас уже обработан сайт. И сдержки ниже, за счет чего продолжается производство. Суммируя все это, суммируя экономику, суммируя сколько скважин у нас еще есть, смотря какой прогноз мы будем строить на будущее, мы можем построить так называемый field outlook. То есть мы можем предположить, как поле будет производить газ или нефть, в зависимости от того, на какое поле мы смотрим, в зависимости от различного рода предпосылок. То есть это, конечно же, и цена. Цена на один ресурс, на другой ресурс. Если это только газ, то только газ. Если это дополнительная нефть, мы должны добавить цену на нефть. Мы можем делать некоторые assumptions относительно того, насколько будет улучшаться технология, и получить подобную картинку. Данная картинка показывает Barnett. Прогноз начался вот в этой точке. И надо сказать, что в данный момент мы находимся где-то между 3-4 долларами. И данный прогноз уже на третий год все еще имеет точность порядка 5%. Но в последний год мы заметили, что мы начали отставать. И одна из причин была в том, что изначально мы не рассмотрели возможность, например, infill drilling. То есть того, что можно вернуться и дополнительно извлекать газ. А почему мы это не сделали? Потому что мы не уделили достаточно внимания сравнению двух карт. Карт, которая показывает, сколько мы производим с данного Square Mile, и сколько находится ресурса. Если вы посмотрите на эти две карты, сравните их между собой, то вы увидите, что на картах любого месторождения все еще не точки, где бы мы добывали 100% ресурса. В самых лучших местах сейчас зафиксирована добыча по газу порядка 70-75%, по нефти порядка 20%. О чем это говорит? Это говорит о том, что у нас все еще есть место для улучшения технологий, для увеличения добычи. Вот другой пример. Менее симпатично выглядящая картинка. Что происходит здесь? Здесь показаны разные сценарии в зависимости от цены. С одной стороны, с другой стороны, при изменяющейся цене и при изменяющейся технологии. Поле, которое имело историю буквально двух-трех лет на момент, когда мы начали предсказывать. И в тот момент, когда поле достигло своего пика, цена обвалилась буквально 8 долларов до 4 долларов. Что особенно сильно сказалось на этом поле, Хейнсвилл. Потому что в отличие от Барнетт, где пробурить каждую скважину стоит порядка 2,5-3 миллионов, чтобы пробурить одну скважину в Хейнсвилл, вам потребуется от 8 до 10 миллионов. И при том, что каждая скважина будет производить в 2-3 раза больше, чем скважина в Барнетт. Но поскольку залежи очень глубоко и издержки сильно выше, то экономика этого поля очень чувствительна к тому, что происходит на рынке. С одной стороны. С другой стороны, это поле буквально сидит и ждет улучшения технологии наравне с уменьшением издержек. Так что, подводя итог всему тому, что я только что сказала, следует отметить, что в 2005 году было принято решение агентством, которое собирает всю информацию по энергетике в Соединенных Штатах, начать отдельно учитывать производство сланцев. Только в 2005 году. До этого даже не рассматривалось. К текущему моменту сланцы составляют 30% от точного потребления газа в Штатах. По нефти ситуация чуть-чуть ниже, там порядка 20%. Но нефть начала отдельно учитываться только в 2008 году. То есть, опять-таки, меньше чем 10 лет, и мы видим такой рывок, когда от ресурса, который никто не знал, кроме геологов, мы приходим к ресурсу, который является основным поставщиком энергии в стране, и, помимо всего прочего, начинает влиять на энергетику по миру. Мы видим, что все даже оптимистичные прогнозы как в прошлом, так и до сих пор продолжают недооценивать темпы развития технологий. И придумываем все новые и новые вещи, которые в некотором плане даже сложно предсказать, и уж точно тяжело предсказать экономисту. Инженеры пытаются сделать какие-то предсказания, но даже их предсказания, как правило, оказываются пессимистичными, когда мы смотрим на них пять лет спустя. Так что, что мы сейчас наблюдаем? При том, что цену на газ и нефть остается низкой, мы все равно продолжаем видеть увеличение как производства сланцевой нефти, так и сланцевого газа. И да, мы можем видеть дальнейшее замедление производства, но нет никаких предпосылок ожидать, что это все начнет падать. И одна из причин будет, как я покажу на следующем слайде, это то, что вслед за предложением начинает подтягиваться спрос. Урок, который, я считаю, из всего этого следует нам всем извлечь, это то, что мы не все еще знаем. Еще столько ресурсов, которые мы не обсуждали, которые стоит вести в дискуссию, прежде чем считать, что теперь нам все понятно, что не стоит сбраться с часов. Например, я не знаю, насколько многие из вас знают про гидраты, которые лежат, как у нас в Сибири, так же в Арктике залегают по одном океана, которые очень активно пытаются найти технологии для разработки как японцы, так и китайцы, помимо русских и помимо американцев. И гидраты, если бы мы нанесли их опять-таки на тот график, который я показывал в самом начале, они бы уже вышли далеко за то, что предварительно оценено. Потому что чем дальше технологии развиваются, тем больше мы понимаем, что ресурс там, где мы, собственно, про него даже не думали. Развитие сланцев, конечно, приходит не без своих проблем. Как известно, что все больше и больше обсуждается всевозможных вопросов, связанных с защитой окружающей среды. Но стоит опять-таки обратить внимание на технологию. Операторы все лучше и лучше учатся очищать, например, ту воду, которая производится обратно скважиной, и дальше ее либо используют в следующем гидроразрыве, либо... Многие операторы сейчас, в частности в областях, которые находятся далеко от источников воды, строят заводы по переработке этой воды, и тем самым, на самом деле, поднимают уровень использования ресурсов, поскольку раньше вода была просто waste water. Они строят такого рода заводы, которые помогают соседним городам и селам пускать воду в закрытый цикл, что, в частности, происходит в Техасе. Why it all matters? Закончить я бы хотела следующей парочкой слайдов, которые, на мой взгляд, дают некоторую foot for thought. Данный график показывает изменение цены на газ. Что мы здесь видим? До 2008-2006 года шло медленное увеличение цены в основных районах. Я взяла Штаты как представителя Северной Америки, Германию как представители Европы, Японию как представители Азии. Они все увеличили потребление газа из-за увеличения потребления электроэнергии. И поскольку до Сланцевой революции, или эволюции, как некоторые считают, количество газа, производимое из традиционных источников, потихоньку замедлялось, то это приводило к тому, что ожидания цены были таковы, что цена потихоньку повышалась. Но за последние восемь лет, что произошло, эти три кривые разошлись. Япония пошла дальше вверх, Германия осталась примерно на одном и том же уровне. Проигнорируем падение 2008 года из-за финансового кризиса. Если убрать парочку точек, то фактически вы сможете провести прямую линию, которая может быть даже немножко имеет наклон вниз. Штаты упали и остаются на низком уровне. Что произошло? Здесь случилось производство сланцев для штатов. То есть это был основной драйвер для того, чтобы упали цены на газ. Более того, вопрос не то, что цены упали, а в данный момент встает вопрос, куда девать весь этот газ. Оказалось, что система внутренних трубопроводов в штатах оказалась переполнена. Так что сейчас идет активное строительство новых трубопроводов для того, чтобы соединить регионы, которые раньше либо не потребляли столько, либо раньше не производили ничего, а теперь производят активно газ. Вот еще один график, который поможет понять, что произошло с остальными кривыми. Здесь я показываю разницу между потреблением и производством внутри страны. То есть, грубо говоря, это мера того, насколько мы полагаемся на импорт. Что происходит? Штаты из импортера газа в жиженной форме стали экспортером газа в данный момент, опять-таки благодаря осланцам. Германия прекратила увеличение своего потребления газа из внешних источников, при том, что ее производство газа внутри Германии продолжает медленно падать. Но кривая осталась на уровне. И, собственно, это во многом объясняет тот факт, что цена перестала расти для Германии, поскольку у Германии есть некоторый leverage. Если раньше с увеличением спроса в Германии приходилось договариваться все о новых и новых контрактах, то теперь при не увеличении спроса, а в некоторых случаях даже и уменьшении спроса, Германия получает дискаунты, в том числе и России, на свои газовые контракты. Что произошло с Японией? Япония продолжала расти. Более того, в какой-то момент Япония ускорилась даже быстрее, чем было изначально запланировано из-за того, что фукушима дезаста привела к тому, что были выведены в строй ядерные электростанции и увеличилась нагрузка на электростанции, которые производили энергию из газа. В данный момент flat curve характеризуется также тем, что Япония стала больше инвестировать как в renewables, так и начала возвращать некоторые свои старые coal plants по той причине, чтобы просто для того, чтобы не позволить увеличению стоимости электроэнергии приступить к некоторым барьерам. Еще один график, который просто транслирует то, что мы только что рассмотрели. В данном случае мы смотрим на чистый импорт Японии, чистый импорт Германии, чистый импорт Штатов. Вернемся к нашей карте. Что происходит на этой карте? Увеличилось производство газа в Штатах. К чему это привело? К тому, что газ стал дешевле. Газ стал дешевле и, с одной стороны, из-за защиты окружающей среды, а с другой стороны, просто по чисто коммерческим причинам начали вводиться из строя старые угольные станции. Они начали заменяться новыми газовыми станциями. Уголь оказался неудел, и дешевый уголь хлынул во все стороны, включая Европу. Немногие знают, что последние три года потребление угля в Европе не только оставалось на том же уровне, но в некоторых странах, как Германия и Великобритания, даже немного повысилось. По той причине, что когда у вас есть дешевый уголь, и у вас есть незадействованные электростанции, при том, что цены на электроэнергию у вас продолжают расти, от того, что вы вводите все больше и больше возобновляемой энергии, вы не можете упустить, с одной стороны, прибыль от использования этого дешевого угля, с другой стороны, вы можете суммарную, средневзвешенную цену на электричество продолжать повышать с чуть меньшими темпами, и, в-третьих, вы можете начать потихоньку замещать газ, который вы можете рассматривать как некоторый геополитический рычаг давления на вашу страну. Что получилось? Газ упал, уголь возрос. То же самое происходит сейчас с различного рода «ликвидс». Одна из причин, что, с одной стороны, штаты до сих пор остаются импортером, над импортером нефти, с другой стороны, поскольку изначально нефть импортировалась тяжелая, из Саудовской Аравии и из других регионов, а нефть, которая производится в Штатах, она легкая нефть, то эта нефть отправляется в виде конденсата или обмена в другие страны. Тем самым, от того, что уменьшается импорт нефти, и от того, что какая-то дополнительная нефть выходит на рынок, опять-таки же, штаты влияют на весь расклад сил по миру. И одна из причин, неизвестная, действительно ли самая большая, на мой взгляд, как бы не самая весомая, но одна из, действительно, причин, которая привела к обвалу цен на нефть, это в том числе было увеличение ресурсов нефтяных, которые изначально были оценены. Помимо того, что, как мы видели, потихоньку идет замедление, если даже не сокращение спроса на нефть. Почему? Потому что, опять-таки, переходя на новые технологии, в частности, на hybrid cars, на electric vehicles, мы теперь пытаемся использовать больше электричества для того, чтобы ездить на машинах, либо, в принципе, уменьшаем количество потребления топлива на машину. Электричество снова к нам приходит откуда? Из газа. То есть, тем самым, как бы, цикл закрылся. То есть, у нас теперь есть нефть. Нефть долго росла. Мы решили, как бы, уменьшить нефть, увеличить эффективность. У нас появился дешевый газ. Дешевый газ, значит, дешевое электричество. Дешевое электричество, значит, теперь мы можем заполнять машины электричества вместо дорогой нефти. И, как бы, тот откат, который сейчас происходит с ценами на нефть, еще стоит большой вопрос, насколько они смогут отыграть рынок. Почему? Потому что, я не знаю, наверное, многие из вас слышали, что Tesla сейчас начала уже продавать свои новые модели автомобилей. И, как мы недавно обсуждали, уже больше 350 тысяч заявок было подано на автомобили Tesla. На автомобили, которые будут ездить на электроэнергию буквально уже через два года по штатам. Большое достаточно количество. Так что, в заключении, позвольте мне просто сказать, что я считаю, что технологии мы все еще недооцениваем, и, наверное, всегда будем недооценивать, на то они и технологии. Также стоит оставаться с открытыми глазами, следить все больше и больше, что же происходит в мире ресурсов. Поскольку ресурсы, которые мы считали, мы знаем, оказались нам незнакомыми и с новыми характеристиками, и оказалось, что их сильно больше, чем мы даже предполагали. И появление новых технологий и освоение новых ресурсов меняло и продолжает менять всю геополитическую арену. Потому что происходит перераспределение как ресурсной базы по странам, так происходит изменение спроса по регионам на разные энергетические ресурсы. И с увеличивающейся глобализацией рынков эффекты будут иметь все больше и больше влияния друг на друга. Спасибо. Если у вас есть вопрос, поднимайте руку. Я к вам подойду с микрофоном. Здравствуйте. У меня есть один вопрос. Я так понимаю, что в данной лекции основная альтернатива нефти получается газ, в том числе и сланцевый. А вот вопрос. Что будет, если газ закончится? Сложно отвечать на вопрос, на который заранее вроде как не видишь возможности. Просто психологически. Что будет, если газ закончится? Наверное, к тому моменту земля уже остынет, поскольку наше солнце уже умрет. Не знаю. Сложно представить. Потому что, если вы посмотрите обратно на то, сколько мы потребили до нынешнего момента и сколько ресурсов еще остается, на мой взгляд, как бы мы скорее придем к тому моменту, когда нам газ не будет нужен из-за того, что мы будем использовать либо renewables, либо другого рода технологии, чем к тому моменту, когда газ действительно закончится. У меня вопрос такой сугубо экономический. А как вот соотносятся капекс и опекс на месторождениях, на сланцевых месторождениях в США? Это очень простой, с одной стороны, с другой стороны, сложный вопрос. Потому что капекс определяется многими вещами. Капекс, что является capital expenses, то есть сколько, грубо говоря, стоит пробурить скважину, вопрос такой. Все зависит от того, где вы будете. Если вы будете в барнете, который является достаточно shallow, то есть не очень глубокий, как я уже сказала, скважина может стоить в среднем 2,5 миллиона. Но эта средняя, знаете, как в том анекдоте, корова утонула в речке, где в среднем я была по колено. Потому что я могу пробурить вертикальную скважину, которая будет стоить чуть больше миллиона, а могу пробурить скважину, которая будет не порядка полутора километров, что является средней длиной скважины, а будет, например, 3 или 5 километров, тогда ее стоимость увеличится в 2 раза. Либо я могу выбрать скважину, которая будет находиться в Хейнсвилл, которая еще глубже. Поэтому капекс тяжело оценивать. ОПЕКС при этом не зависит сильно от самой скважины. ОПЕКС зависит, как правильно, в большей степени от того, где находится. Потому что это встает вопрос, какие регуляции в отношении того, что и как вы должны делать. То есть обычно считается как expenses per well. То есть у вас есть годовые expenses на well. И они различаются в основном за счет того, что вас заставляют сидеть круглосуточно на этой скважине, или вы можете поставить какие-то датчики после того, как их пробурили, и просто мониторить эти датчики. В целом они могут... То есть возвращаясь к капексу. Капекс может ранжироваться от 2,5 миллионов за самую дешевую, в самом дешевом месторождении, скажем так, до самую дорогую, которую я видела. Она стоила 12 миллионов по всем тем параметрам, которые были. То есть по длине, сколько воды закачали и так далее. А в плане опекса скважины разнятся от 30 тысяч долларов, это в среднем за барнет, до одни из самых дорогих на Марселсе, просто потому что там целый список того, что вы можете, что не можете делать, сидя возле скважины, там в частности вы плюнуть не можете, об этом сразу надо доложить. Там может опекс превышать 200 тысяч в код. То есть, как я понял, опекс – это во многом результат каких-то регуляций внешних, а не технических проблем. Да, именно так. Хорошо. Так, и вот вы упоминали о том, что не весь газ добыт, и не вся нефть добыта, а в связи с этим вопрос. А существует в Штатах какая-нибудь одобренная всеми, которая ни у кого не вызывает вопросов, процедура подсчета запасов именно по газу и по нефти? Абсолютно. Абсолютно. Такие процедуры существуют. То есть, грубо говоря, у вас есть хендбук, то есть, грубо говоря, энциклопедия. Как вы это просчитываете? Вот. Кроме того, по вот тем красивым картинкам, которые получают от бурения вертикальной скважины, есть как бы как программное обеспечение, так как бы целый критерий, как вы смотрите, заполненность пор, который там находится, и дальше оно все подсчитывается. Вот. И формулы эти достаточно straightforward, там ничего сложного нет. Вопрос возникает в другом, что эти карты продолжают меняться, и цифры продолжают меняться просто по той причине, что меняется точность приборов, которые все это дело меряют. Вот. Поэтому технологии известны, все это считают, но мы продолжаем пересчитывать, и почти все пересчеты, 99.9% пересчетов, которые происходят в плане ресурсов, они происходят в увеличении. Что мы не до конца осознавали, что ресурс сидит еще в нано-порах, которые раньше девайсы просто не мерили, просто потому что не было такой точности рассмотрения плотности. И так далее, и так далее, и так далее. Спасибо большое за лекцию. Было интересно. У меня два вопроса. Первый вопрос – это насколько просто, к примеру, физическому лицу начать бурение. Я читал, что там можно, в принципе, лицензию на Землю или получить, и можно на ней все что угодно делать, вплоть до бурения. И второй вопрос – также вот изучил немного эту информацию, насколько, я так понимаю, сейчас банки давали очень много кредитов этим сланцевым компаниям, и как часто пересмотр, и под что именно кредит? Там под обеспечение нефтью, под залежью, вот как это сам процесс идет, пересмотра кредитов? Спасибо. Вот эти два вопроса. Очень хорошие вопросы. Если бы у меня было время, я бы еще одну такую лекцию просто по этим вопросам провела. Первый вопрос – насколько просто пробудить скважину? Одна из причин, по которой разработка сланцев началась и пошла столь бурно, была именно в простоте того, как это можно было сделать именно в Штатах. Почему? Потому что существует очень разветвленная сетка трубопроводов. То есть, грубо говоря, где бы вы не пробудили скважину, буквально там пара метров, и вы смогли подсоединиться к трубопроводу и доставить ваш газ или нефть до рынка. Да, сейчас как бы стоит вопрос, что недостаточно capacity, но это уже немножко другой вопрос. То есть, в этом плане просто. В плане взять землю в наем, опять-таки, в Штатах, где земля почти целиком находится в частной собственности, как, например, в Техасе, вы действительно можете прийти к хозяину раньше и сказать, можно я вас зарентую, причем это будет стоить не очень даже дорого. Изначально Джордж Митчелл арендовал землю по 200 долларов за акка. что вообще просто копейки. То есть, за пару тысяч он там заритовал большой участок и, собственно, на нем придавался всевозможным экспериментам. Более того, большинство этих полей, как только началась разработка, люди после хороших результатов, они перестали давать лисы. И что они стали делать? Они стали бурить так называемые «moms and pups' wells». То есть, люди брали и пытались бурить скважину просто на своем участке. Опять-таки, почему? Потому что, если мы говорим, опять-таки, об Варнайте, 2,5 миллиона вы можете просто получить в залог под вашу ферму, пробурить эту скважину, и если дело пойдет, то дальше, возвращаясь к вашему второму вопросу, вы можете использовать как кэш, так и оценку того, сколько там газа или нефти вы добудете, либо оценку самого участка. То есть, дальше вы можете провести оценку, сколько у меня газа или нефти находят в самом моем участке. Так что, если вдруг что-то сломается, сломается, банк получит мой участок, а мой участок имеет, как минимум, столько ресурса. Этот ресурс, как минимум, там на 50% может быть извлечен. То есть, как collateral банк получал именно это. С одной стороны. С другой стороны, отчасти это то, что сейчас привело к массовым проверкам банков, потому что что случилось? Банки, осознав всю выгоду такого рода сделок, стали брать весьма рискованные вещи. То есть, они не разбирались в оценках, а говорили, отлично, если вы мне ставите как collateral весь свой лист, я даю вам, сколько вам надо денег. А дальше, если там что-то не получалось, то банк был даже рад, поскольку они считали, что они могут пойти уже к профессиональной компании, отдать ей этот участок по застройку и тем самым выиграть даже больше, чем тот кредит, который вы у банка взяли. Другое дело, что когда цены на тот же нефть и газ упали, такого рода вещи оказалось уже не так просто провернуть. И сейчас активно обсуждается в Штатах вопрос того, IRS, это налоговая служба, пытается проверять банки, чтобы узнать, сколько подобного рода вещей они на себя взяли и насколько они могут оказаться в проблемной ситуации, поскольку теперь, если человек или компания объявляют себя банкротом и оставляют эти лисы, банку либо надо самому что-то делать с этим лисом, либо найти компанию, а компания сейчас не готова взять новые лисы, у них самих не хватает кэш и непонятно, что с ними делать. Банк, как правило, не может ничего сделать, и в итоге он сидит с долгом на своих банковских счетах и с этим куском земли, который он сам не может разведывать. И такая проблема существует. Во многом поэтому сейчас говорят, что снижение цен привело к возможному проблеме, которая отразится в том числе на банковском секторе, даже в большей степени, чем на производителях, которые могут просто отказаться и сказать, я являюсь себя банкротом и умываю руки, что значит я дальше не обязана воплачивать свой долг. Очень хороший вопрос. Скажите, пожалуйста, есть у вас график, показывающий разницу спроса и предложения на сырую нефть, наложенную на график цен? Нет, поскольку такие графики на самом деле достаточно сложно построить, поскольку, как я уже сказала, спрос на нефть – это весьма такая пространственная вещь. Нефть бывает разного качества. Есть нефть-бренд, есть WTI, есть нефть, если говорить в API Gravity, не уверена, как это по-русски, в плотности, грубо говоря, самой нефти, в том, что вы находите, она ранжируется от 20 с копейками до 48, когда у вас все это дело переходит в конденсат. Поэтому у меня есть некоторые графики, которые показывают эту разбивку и отдельный спрос, который выдвигается by refineries, то есть заводами по переработке нефти, которые, собственно, производят бензин, и, собственно, спрос идет на бензин, а не на саму нефть. Спрос на нефть, он проходит только на уровне refineries. Они рисуют в тех графиках, которые показывают в очень-очень-очень общих дискуссиях. У меня такого графика нет. По газу, впрочем, у меня просто нет такого графика, просто потому что у меня его нет. Но такие графики есть. Можно повторять хотя бы вопрос, потому что весь зал не слышится? А, хорошо. Или, если вы хотите вот столь развернутый ответ получить, вы можете просто подойти после мероприятия. Да, давайте я повторю и закончу с этим вопросом. Вопрос был такой. Могу ли я показать графики разницы между спросом и ценой на нефть и газ, чтобы показать, насколько падение цены было связано с увеличением спроса или, скажем, с падением производства или с падением спроса. Таких графиков у меня как таковых нет, но могу вам сразу сказать, что эти графики, которые я видела, которые не мои, они показывают, что корреляция не настолько прямая, просто по той самой причине, что во многом падение было внутри штатов еще связано с тем, что просто было недостаточно мощности трубопроводов. То есть что часто выходило? Газ мог иметь высокую цену на рынке у потребителя, но низкую цену для производителя, потому что трубопровод говорил, что много у вас здесь таких, кто хочет газ в мою трубу залить. Поэтому давайте-ка я вам почти ничего не буду платить, с одной стороны. С другой стороны, поскольку там была холодная зима, например, в Нью-Йорке, газом очень хотелось. Поэтому такие цены тоже различаются. Светлана, спасибо большое за подробное техническое описание процесса. Немножко финансовых вещей. А при выходе на большие объемы производства сланцевой нефти и при падении цен, какая все-таки сейчас в Штатах складывается цена предельной издержки или средняя цена добычи? И по регионам, если у вас есть такая информация. Потому что считается, что при достаточно сильной либерализации рынка добычи в Штатах предельные издержки будут являться некоторым потолком определяющих мировые цены на нефть. Это первый вопрос. Второй вопрос про страховки, которые покупали раньше добывающие компании. Что сейчас происходит на страховом рынке? И действительно ли фактор страхования добычи помогает добывающим компаниям удержаться на плаву при низких ценах на нефть? Спасибо. Под страхованием вы имеете в виду хеджинг или именно страхование? Именно страхование. То есть тех страховки, которые компании покупают на случай убыточности добычи. Спасибо. Да. По страховке, к сожалению, у меня информации нет. То есть я знаю про такие вещи, но просто не обладаю достаточно детальной информацией, чтобы ответить на ваш вопрос. Хороший вопрос, кстати. По поводу себестоимости добычи нефти и эластисити. Нефть, к сожалению, анимация с Иглфорда не запустилась. Нефть в своей себестоимости варьируется ровно так же, как и газ. То есть есть места в том же Permian и в том же Иглфорд, где вы можете добывать нефть и при 25 долларах. Другое дело, что таких мест у вас, скажем, хватит на 500 скважин в Иглфорд и порядка пары тысяч в Permian. Дальше идет возрастание, чем выше цена, тем больше, как правило, мест, где вы можете бурить эти скважины. То есть здесь надо смотреть распределение. У меня распределения по нефти по всем эстраждениям нет, но есть такие графики у нас в статье по газу. И то, что мы видим по нефти, по крайней мере, вот мы сейчас заканчиваем анализ Иглфорд и Бакен, очень похожие распределения. Я как бы вас отошли в этом плане к статье. То есть опять-таки от совсем низких, порядка 20-25, и до зашкаливая за 100 и больше 100. Как это связано с целостисити? С целостисити это в том числе связано, что в зависимости от того, сколько в вашем арсенале скважин, которые будут приносить доход при той или иной цене, и при нынешних технологиях, которые позволяют пробурить скважину теперь уже не за месяц, не за два, некоторые операторы говорят, что могут пробурить ее и за 8-10 дней, эластисити сильно увеличилась. С одной стороны. С другой стороны, эластисити видна на графиках, в тех местах, где у вас нет pipeline или refineries bottleneck, то есть где нет ограничения по изъятию этого продукта. То есть, например, если мы говорим про Marcellus, которое большое мусорождение газа, который находится рядом с Нью-Йорком, где зимой цены на электроэнергию могут резко подскакивать, если, например, выпал снег, все срочно пользуются электроэнергией, из-за чего резко повышается спрос на газ, и даже при том, что средние цены на газ будут докладываться по месяцу, скажем, 3 доллара, а в отдельные дни эта цена может достигать, скажем, 20, а то и 30 долларов. Производители, если вы смотрите на их balance sheet, они очень часто такого рода периоды высоких цен, которые могут длиться неделю-две недели, успевают ухватить. Именно потому, что, во-первых, они быстрее будут, во-вторых, сейчас существует технология, которая как раз в Marcellus была тестирована. Будется вертикальная скважина, и дальше она запечатывается. Как только цена подскочила, вы делаете разрыв за день-два, и дальше самый большой поток у вас идет из-за давления буквально первые пару месяцев. И вы вот этой ценой, которую вы за первые пару недель высокой цены, просто того, что у вас уже была готовая скважина, успели зацепить, можете увеличить цену, которая в среднем потом будет рассчитываться за год в разы. Такое тоже как бы имеет место быть, и оно опять-таки увеличивает эластичность. – Хотелось бы сказать спасибо за вашу презентацию, во-первых. А во-вторых, ваша тема, мы заявлены, она звучит как «Жизнь после нефти», но, скорее, эта презентация посвящена новой технологии добычи сланцевой нефти. – Нет, «Жизнь после нефти» была в предыдущий раз. – Хорошо. В общем, вопрос в том, какова действительно перспектива продвижения данной технологии, например, в Европе, поскольку Европа против выступает данной технологии. Например, даже в Польше, где перспективы добычи сланцевых газов, а не газа и нефти, достаточно высоко оцениваются. В то же время Европу смущают большие высокие экологические риски, и действительно такие достаточно катастрофичные последствия для природы в связи с тем, что данная технология, она не слишком environmentally friendly. – По моему личному наблюдению, экологические проблемы больше всего обсуждаются в регионах, где добыча газа или нефти экономически невыгодна. В частности, например, штат Нью-Йорк поставил полный запрет на добычу газа из месторождения «Марселос», при том, что газа и нефти там столько, что в ближайшие 10 лет никто туда и не полезет. С другой стороны, запрет, который был наложен на гидроразрыв в районе Питтсбургского аэропорта, опять-таки по поводу всевозможных проблем как с экологией, так и с возможными землетрясениями, был снят после того, как Питтсбургский аэропорт был объявлен банкротом, после чего территория была сдана в Лиз, и аэропорт в течение полугода перестал быть банкротом. С одной стороны. Возвращаясь к вопросу Европы. Польша очень хочет разведывать и разрабатывать свои сланцы. Проблема в том, что сланцы там не такого высокого качества, как они в Штатах. В общем, качество определяется как плотностью самого ресурса, так и способностью гидроразрыва самого месторождения. То есть там немножко другая порода. Насколько я не знаю, вы знаете или нет, что Эксон в свое время, который получил эксклюзивные права на то, чтобы разрабатывать и оценивать месторождения в Польше, пару лет назад оттуда ушел, пробурив, не помню точно, порядка десяти скважин и получив разрешение на восемьдесят скважин, просто потому что результаты никак не вдохновляли. В Германии, надо отметить, при том, что они вроде как негативно к этому относятся, регулярно выходит обновление оценок залежей сланцевого газа под Германией. Обновляются, геологами изучаются. Проблема экологическая действительно существует, если нет строгого регулирования. Если есть регулирование, и Марселс очень хороший пример, поскольку там зарегулировано все, что только можно зарегулировать. И там будет и под городами, и под деревнями, и под всем можно. Европа действительно более плотно еще заселена, поэтому там действительно люди, с одной стороны, больше боятся. С другой стороны, для гидроразрыва вам нужна вода, вам нужно поставить буквально машины и аппаратуру для того, чтобы бурить эти скважины. И в Европе при всей плотности населения порой это просто не feasible. То есть просто физически это тяжело сделать. А так, да, почти как любому, разработка любого ресурса, как нефть, газ, уголь. Даже Renewables мы знаем, что тоже вызывают целые акции протеста, поскольку птицы обижают, лендские портят и так далее. И в Техасе тоже и против Renewables проходят демонстрации. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо, Светлана, за то, что вы рассказали. Маленькая ремарка насчет Польши. Там только примерно 20% метана было в газе, стальной азот, поэтому отказались от разработки. Хотя это неофициальная информация. А я так просто хотел спросить, чтобы сравнить. У нас, допустим, на новоуренгойских месторождениях эксплуатация длится 10-15-30 лет месторождения. Идет очень хороший газ кондиционный, там метан идет 99% с долями процентов. А хотелось бы сравнить долю метана или долю низких фракций в месторождениях, которые добывают в США сланцевых, и, второе, какой цикл эксплуатации месторождения? Сколько времени все-таки? Ну, за какое время? В два раза падает дебет? Или за какое время все-таки идет эксплуатация одной скважины? Спасибо большое. По поводу метана. Абсолютно, опять-таки, разные месторождения. Надо смотреть дистрибьюшн. То есть есть места в том же самом Барнете, где метан настолько чистый, что его приходится смешивать для того, чтобы запустить трубу, настолько он чистый. То есть, грубо говоря, он взрывоопасный. Есть места, скажем, в Марселсе, там ставятся специальные заводы по очистке. В южной части Барнета тоже строятся заводы по очистке. За счет того, что там примеси к метанам, это natural gas liquids. В Хейнсвилл, опять-таки, есть части, где идет чистый метан, который трубопроводного качества идет без processing в трубу. А есть, опять-таки, места, которые там ближе к той части Хейнсвилла, которая находится в Техасе. Там газ идет на предварительную очистку. Поэтому одну цифру дать вам не могу в этом плане. Второй вопрос был. А, про цикл. Да. Цикл разработки, опять-таки, если брать отдельную взятую скважину, очень сильно разнится. В Хейнсвилл, где очень высокое давление, где over-pressured formation, у вас скважина за первые три года вырабатывает 80% того, что она выработает. И буквально после 10 лет у вас фактически уже ничего нет. В Барнете, с другой стороны, давление не очень высокое. И при тех технологиях, которые использовались до недавнего времени, вы 50% извлекали за первые 5-10 лет. Соответственно, где вы находитесь от давления. Что сейчас происходит? Сейчас, в принципе, происходит тенденция по всем полям увеличивать производство в первые 2-3 года путем закачивания больше воды и песка при большем давлении на начальных стадиях. То есть это меняет саму структуру fractures, которую вы делаете. И сейчас, например, большинство скважин, которые мы видим, которые бурятся с помощью clustered drilling, которые более экономические, infill drilling, они опять-таки приходят к тому, что они бывают быстрее и за первые 3-5 лет вырабатывают половину того, что они делают. Вот так вот дойдет ответ. Еще раз здравствуйте. Я в первый раз забыл вас поблагодарить за лекцию. В общем, есть один такой вопрос. Еще один возник. В этой презентации был упомянут автомобиль Tesla. И вот хотелось бы узнать. Такой есть небольшой вопрос. Примерно через сколько лет, если это, конечно, возможно, можно заменить транспорт, потребляющий нефтяные продукты, бензин или дизель, на транспорт, потребляющий или выбрасывающий меньше загрязнений, то есть заменить на более экологический транспорт. Точное количество лет не назову, но посмотрите, пожалуйста, статистику по Ирландии. Там большая часть общественного транспорта уже ходит на газу. А газ, как известно, у нас имеет сильно меньшие эмиссионы, как CO2, почти не имеет сок с ног. Вот вам пример. В плане электромобилей, опять-таки, можно посмотреть темпами, которыми Tesla распространял свои автомобили, с одной стороны. С другой стороны, можно еще глянуть в Южную Америку, где они от бензина перешли к езде на спирту. Помимо всего прочего, в данный момент, насколько вы знаете, у них есть автомобили, которые могут ездить на трех разных типах топлива. Так что отошли вас к примерам. Точно цифры не знаю. Хочу сказать то, что следующее мероприятие, которое будет 30 апреля, будет посвящено именно, собственно, экологически чистому, так сказать, гибридному автомобилю. Здравствуйте. Спасибо, в первую очередь, за очень профессиональную презентацию. Как человек, который готовит презентации регулярно, я понимаю, насколько труда вложено в визуализацию и насколько круто это действительно сделано. У меня вопрос с точки зрения организации процесса. Когда бурится горизонтальная скважина, как оценивается property на участок? То есть это участок, под которым пролегает эта скважина? Вы сказали, что она пролегает под городами, как в данном случае это оценивается? И кто контролирует там длину скважины? Ну, такие уже технические вещи, но просто действительно очень интересно, как устроен процесс. Происходит все следующим образом. Сначала собирается информация по логам. Если вы помните, когда я показывала Hydraulic Fracturing, я показывала такие красивые картинки, которые меряются, когда вы бурите вертикальную скважину. Как правило, ни одна компания не начинает бурение реальной скважины, то есть там горизонтальной, пока у нее нет карты с некоторыми корреляциями этих логов, которые показывают толщину и глубину залежа на, по крайней мере, на участке, где будет проходить разработка данной компании. Кроме того, большинство компаний, если они себе могут это позволить, помимо этих карт, еще смотрят на Seismic. Почему они смотрят на Seismic? Потому что Seismic, по-моему, и все прочее, помогает вам посмотреть в большей детали, как у вас идет волна самого залежа и возможные faults. Faults – это как бы существующие уже трещины, поскольку если вы попадете в трещину, у вас может измениться stress field, то есть у вас совсем по-другому все пойдет. Это ответ на первую часть вопроса. Как они удерживаются? Есть geosteering. То есть они в каждый конкретный момент времени получают сигнал с гамма-рэй. Они смотрят это гамма-рэй по гамма-рэй, где они находятся вертикально, они все еще в formation или нет. И по этому geosteering они как бы каждую секунду навигируют. То есть они все время вот так вот чуть-чуть делают по гамма-рэй как минимум. То есть сначала по карте они прикидывают с точностью там до 10 фит, куда им надо, а потом с помощью geosteering и гамма-рэй они смотрят уже там с точностью до фитов. Причем как бы в прямом смысле слова до фитов. Раньше, например, в некоторых местах Марселлоса, где толщина формирования порядка там 30 фитов, то есть это порядка 10 метров. Они просто бурили горизонтально и получали какой-то результат. Сейчас они будут в тех же самых местах и получают результаты там на 30 процентов лучше. И когда мы спрашиваем, что у вас случилось, вы будете там же. Как бы толщина у вас очень маленькая. Они говорят, все, что мы сделали, мы с помощью geosteering сдвинулись на 20 фитов вниз. Потому что в многих месторождениях fractures идут вверх. И вы хотите оказаться как можно ниже к концу пласта. Но не слишком низко, поскольку под вами может быть либо вода, которая зальет вашу скважину. То есть она не попадет в трубопровод, но она может залить вашу скважину. Либо вы, грубо говоря, упретесь в породу, которая, например, не так легко бурить. У вас же бурун тоже на определенную плотность самой породы рассчитан. Не поняла все-таки. Сам участок, на котором бурится горизонтальная скважина, он принадлежит этой компании? Да, он принадлежит. Более того, не только это участок, есть ограничения по поводу того, насколько близко к концу вашего лиса вы можете бурить. То есть вы не можете бурить там, вот скажем, здесь проходит граница, здесь моя территория, которую я снял на нем. Здесь территория моего компетитера. А кто контролирует, что они не зашли за это? То есть есть рядом геолог от контролирующей организации? Да, есть, да. При бурении каждой скважины присутствует как минимум один геолог, который по этому гамма-рей отмечает каждый фит. Он смотрит гамма-рей и отмечает там, как он думает, какой формейшн они прошли, и в том числе делает замеры, которые потом докладываются в так называемый directional survey. И directional survey докладывается потом в state. State проверяет их, помимо всего прочего, многие штаты теперь начинают отсылать эти репорты в том числе к tax authorities, потому что tax authorities потом смотрят, из какого формирования вы бурили, какие налоговые льготы к этому относятся. И у них тоже сидят геологи. Плюс сидят инженеры, которые смотрят и навигируют самой вот этой плавающей головкой. То есть сидит как минимум... Выглядит это так. У вас такой домик на колесиках, где сидит как минимум один геолог, и штук пять инженеров, следящих за одной скважиной, потому что один следит за давлением песка, воды, которую вы туда бурите, и один следит за тем, как вы навигируете, то есть он как бы профессионал по этому. Если у вас несколько параллельно бурится скважин, то опять-таки у вас несколько компьютеров стоит, и вы смотрите разные параметры. У них, как правило, есть уже готовая 3D-модель. То есть они, помимо того, что смотрят гамморой, они смотрят еще в своем 3D-модели. Светлана, спасибо огромное за лекцию. Два вопроса. Один практический. Существуют ли какие-либо обязательства по рекультивации земельных участков? Имеется в виду как на поверхности, так и, возможно, внутри. Почему еще раз? По рекультивации. Рекультивации. Не уверена, что узнаю, что есть. Доведение земельного участка до определенных экологических стандартов после прекращения работы на нем. Да, поняла. Вот. Это, собственно, первый вопрос. Опять же, как на поверхности земли, так и, возможно, в глубине скважины. И второй вопрос такой риторический. С учетом, собственно, этих технологий и дешевизны нынешнее время, как газа и нефти. Как вы думаете, с развитием технологий по возобновляемым ресурсам сейчас что-то произойдет? Потому что знаю, что у многих производителей электротехнического оборудования в Европе есть большие проблемы, потому что компании, которые строили вот эту вот генерацию возобновляемую, они, собственно, сейчас банкротятся. Есть ли такая проблема в Штатах? И вот проблема развития технологий с возобновляемых ресурсов существует там или нет? Спасибо. Спасибо за вопрос. Так, по поводу первого вопроса рекультивации земель. Зависит от того, где вы находите. В Техасе существует одно основное требование. Это то, чтобы если у вас была какая-то produced water, то есть какая-то вода, которая пошла обратно, пускай вы ее туда закачали, что и у вас там были какие-то емкости заполнные, либо специальный понт делали для того, чтобы закачивать туда эту воду, то вы должны как бы все почистить, всю эту воду убрать, либо очистить и вернуть в какой-то трубопровод, либо провести какую-то утилизацию. Плюс идет проверка, как правило, на chemicals. А дальше что происходит? У вас должны стоять счетчики, которые будут мерить, если у вас methane leakage. В остальном там засаживать там чем-то парками и так далее, ничего этого нет. Если мы с другой стороны пойдем в Марселлос, который находится рядом с Нью-Йорком и Питтсбургом, там все сильно строже. Там вы не можете начать бурение, пока вы ковер не разложили, такой специальный толстый, пленочный, который, во-первых, будет все впитывать, во-вторых, не позволит вам там возможно там семена чего-нибудь повредить и так далее. И когда вы уходите, вы должны оставить сайт, кроме вот той, того небольшого пятачка, где, собственно, стоят краны с кучей разных, с кучей разной измерительной аппаратуры, с громоотводами. Сайт выглядит, ну, вы проезжаете, кроме вот этих пятачков, ни за что бы не сказал, что там раньше что-то было. Там сильно как бы больше регуляции. Есть штаты, где где-то между этими регуляциями. То есть зависит. Как бы Техас уже привык к этому, как-то народ обходится. Есть требования, которые, например, некоторые фермеры записывают в своих контрактах с производителями о том, что, например, если в Техасе происходит бурение в районах, где пасутся стада, то фермер может прописать, что там, ну, верните не то, что при вас данный вид, но чтобы там был заборчик минимально, чтобы мои стада могли опять там пастись без какого-то нарушения. Вот. Второй вопрос уже забыла. А, банкротство. А, банкротство. С развитием технологий. Да. Да. Компании, даже компании а-ля Шлимберже, которые как бы развивают много технологий, в данный момент урезают своим сотрудникам зарплату для того, чтобы держаться на плаву. Вот. Не знаю, слышали или нет, но недавно было не одобрено слияние компании Halliburton с Baker Hughes, которые вместе бы составили альтернативу Шлимберже. Вот. Которые тоже еле удерживались на плаву. И, собственно, поэтому хотели сливаться. Компании едва удерживают, но что происходит? Они не банкротятся. Что они делают? Они урезают персонал, они урезают издержки. И, собственно, одна из еще одних причин, по которой в данный момент производство продолжается, потому что бурение скважин в стоимости упало на 30%, а то и больше, по той причине, что риги стали совсем дешевые, потому что, если как бы риги стоят и ничего не делают, то вы готовы почти за бесплатное три гадать. Компании типа Шлимберже и Halliburton предлагают свои услуги с 50-процентной скидкой для того, чтобы просто хотя бы как-то продержаться на плаву. Вот. При этом они сейчас активно ищут технологии для того, чтобы помочь вернуться продюсерам к прежнему скейлу. В частности, такой род технологии это вот рефракчеринг. То есть сделать эффективный рефракчеринг это как бы новый, большой крестовый поход у многих этих компаний. Спасибо большое, только вопрос немного другой был. Технологии именно возобновляемых ресурсов, да, это офшорные платформы. Там проблема, она не чувствуется ни в Штатах, ни в Европе. Ну, давайте так, у меня пример есть, ко мне приходит компания Альстом и говорит, слушайте, не можем сейчас остаться с тобой и срочно выезжаем в Европу. У нас там был огромный заказ миллиарда евро на офшорную платформу, которая сейчас фактически разорилась, потому что никому не нужна эта электроэнергия, все берут дешевый газ, дешевую нефть и уголь тоже в Европе. Проблема именно развития технологии возобновляемой электроэнергии. Есть или нет? Понятно. Я просто сначала не поняла, потому что вроде как возобновляванные это вроде как не ко мне, или ко мне, но в далеком прошлом. В Техасе, опять-таки, где много renewables, и wind и solar, кризис не наблюдается как кризис. То есть наблюдается некоторая сложность, но не как кризис. По причине того, что существуют все равно очень активно используемые субсидии. А почему они существуют? Потому что, во-первых, общественное мнение, во-вторых, вроде как это наша инвестиция в будущее этой технологии. Поэтому, говоря про Техас, так сильно нет. У нас на этот год опять запланировано увеличение что wind, что solar в Техасе, и продолжает увеличиваться. Больше вопросов нет? Продолжение чего? Подождите секунду. Да, 8 лет назад я участвовала в проекте, который занимался wind power storage. И одна из вещей, которую мы делали, мы смотрели на AirCode, не знаю, многие ли из вас знают, но Техас имеет свою независимую grid. То есть мы, грубо говоря, остров в плане электропроизводства и использования электроэнергии. у нас своя, ни с кем не законнектированная grid. Вот. И в этом grid используется solar, но не так много, но много wind. И при увеличении wind возникал вопрос, как бы из-за интермитенции, то есть из-за не как это, интермитенции, из-за интермитенции возникал вопрос, как балансировать все эти взлеты и падения производства электроэнергии от wind. И большой проект, который шел и сейчас распался на много мелких, был, рассмотрели wind power storage. В частности, у нас есть подземные большие caverns, в которые предлагалось закачивать газ в моменты, когда wind power не нужно было использовать и, соответственно, как бы под pressure и вынимать. А с другой стороны, в том числе, участвовала в изучении, которое с рассмотрением необходимости в auxiliary services. Не знаю, как это по-русски. Для того, чтобы опять-таки митигировать wind power generation. А получается, вы перешли в другой проект, потому что вам он показался более перспективным или по другим причинам? Нет. Я сижу в research institute и мы soft mining organization. У нас деньги идут тут, там. Изначально я начала заниматься сланцами параллельно с wind. Но когда мы разрослись, то оказалось, что людей, которые могут понимать, или пытаться выучить и геологию, и инжиниринг, и экономик, тогда я мало, поэтому меня перебросили целиком на этот проект. Но я ничуть не жалею. Ну, я думаю, то, что, в принципе, время заканчить. Если у кого-то останутся вопросы, вы сможете подойти к Светлане и давайте скажем ей большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ за кадром. АПЛОДИСМЕНТЫ за кадром. АПЛОДИСМЕНТЫ